Начну я, пожалуй, с самого быстрого подразделения, это подразделение рапторов, ночных рапторов. Уникальное, так сказать, подразделение, потому что оно даже в регионе занимало отдельную касту. Первым ее, насколько я помню, именно свою роту полностью перевел в рапторов Зоа Сахал. Вот если я не путаю, то это был он. Что из себя они представляют? Это бойцы на джампаках, с пятым ВС, с качеством атака одна у обычных парней, две у сержанта, инициатива четвертая, лидерство в восьмой у сержанта девятая, ну и спас у всех третий. Стоимость базового отряда 150 очков. Дальше начинается самое интересное, что любой модели в этом отряде можно выдать силовое оружие за 10 очков, настромас Чинглаев за 10 очков или коготь за 15 очков. Также один, да? Да. Нет, на каждой модели. Не-не, один просто коготь. И можно их набирать еще дополнительно 10 парней за 20 очков за модель. Дальше на каждую пятерку можно приобрести стрелковое оружие. Это, собственно, флеймер. То есть огнемет, смельтоган, плазмоган, плазмопистолет и хэнд флеймер. У всех, кроме огнемета и хэнд флеймера, стоимость 15. У этих двух 50. Ну, стандарт. Так, а уникальные? Дальше. Дальше. Еще что-то. Да, у них варгир много. Каждая модель может изменить комбат блейд и болт пистолет на парные когти. За 20 очков за модель. Ну, клево. То есть, если у вас есть лишние 5 очков и вы дали в отряд коготь, то вы лучше подумайте, возьмите пару когтей. Это будет немножко лучше, потому что та же плюс 1 атака. Ну, за болт пистолета, конечно. Дальше сержант, что может взять? Он может взять валькит пистолет, может хэнд флеймер взять, плазмопистолет взять. Валькитный стоит 5, хэнд флеймер 10, плазма 15. Также он может взять артифишер армор, как обычный сержант за 10 очков, и мельто-бомбу за 5. Что это подразделение по правилам имеет? У них есть свое правило. Специальная резня. Тут вот спорная, потому что недавно мы когда просматривали правила, там есть различие между, когда ты чаржишь в уже существующий бой и чаржишь в просто. То я считаю, что это правило работает только когда ты чаржишь в уже существующий бой. Потому что тут это как-то строго по странному прописано, что когда вы чаржите в уже существующий бой, вы получаете не одну атаку АД3 дополнительно на каждую модель. То есть представьте, вам повезло в Лаки Бастард, у вас выжил какой-то отряд и дерется с неприятным вам отрядом. Вы дочарживаете на это рапторами, ну, на третий ход, например. Вы там десяток парней с капелланом, с чинговыми вами. И проворачиваете все кверху. Да, и выкидаете на атаки в Д3. На Д3 выкидываете в 6 или 5, то есть в 3 дополнительные атаки. То есть это у вас парни начинают просто вокруг себя устраивать анал-карнавал, так сказать. Извиняюсь за это слово. Но начинают они крошить очень сильно. Кроши. Да. С учетом того, что каждый из них может брать чинговую ву или силовое оружие, то это просто отряд мечты, так сказать. Хорош, согласен. Фирм наверняка встроен. Фира нет. Но можно получить. Можно получить. Ну хорошо. И несколькими способами. Правилки. По правилам все. Ну это уже на самом деле хватает. Уже много. Хороший отряд. Доллинг дешевый, 20 поинт, запрыгающую модельку с таким доступом к квартиру. Хорошо. То есть если вот такой десяток этих лаки-бастардов сделаете с... Ну лично мое мнение, с четырьмя черенголовами, включая сержанта, этого хватает. И капелланчик, куда этот отряд может вырезать даже с удачей... Ну, или нет, с удачей может вырезать даже примарха. Мы это уже проходили. Ну он хорош, не поспорим. А еще какие отряды? Это был фастовый, да? Да, и занимает он слот фасты. А дальше есть террор-сквад. Это забавный парень. Их одинца, наверное, уже. Да. Из слоты элиты. У них с ВСМВСом все грустно. Четвертый. Статистики обычные. Маринские. Две атаки. У всех. Даже сержанта. И у даже обычных парней. Третий спас. Начинается отряд вот, собственно, с пятирых парней. И стоимость 125 очков. Дальше. У них есть возможность еще пять модели донабрать. За пятнадцать очков за модель. Каждая модель в отряде. Тут спорно, может ли это взять сержант. Я считаю, что это нет. Потому что у него должно было быть либо отдельно прописано, либо что-то еще. Может взять себе болт ган за два очка. У них изначально его нету. Феви Чинблейд. То есть это плюс два к силе АП-4. За пять очков. Или Валькит Чарджер. Тоже за пять очков. За каждую модель. То есть это, насколько я помню, 15 дюймов, два выстрела, силы пять. Нет, неплохая пукалка, в общем-то. Но вопрос в другом. Что еще? Чем же они лучше ветеранов, например? Я перечислю весь вардир и дойду до этого. Так. Дальше они могут взять роторку или огнеметную одну на модель. Ну, один на отряд за 10 очков. Дальше. Сержант может взять все то же самое. Fire Weapon, Чинг Лейв, Кулак или Коготь. Последние два по 15 очков стоят. Первые два по 10 очков. Hand Flamer или Plasma Pistole 10 очков и 15 очков. Мельта Бомба и Artificial. Это все то же самое. Все нам известное. Начнем с того, что у них есть вписанные по вардиру Белл-пистолет и Комбат Блейд. То есть уже плюс одна атака есть. Да. У них дальше по правилам все интересно начинается. У них есть свой шит и фирм. Но уже работают с фирм. Да. Они уже работают с фирм. У них есть инфильтра. И у них есть Precision Strike. Именно страйк, не шоты. И Preferred Enemy Infantry. Ну, это, кстати, хорошо. То есть вот если они... С бонусом от Легиона, который дает имел плюс один на ту вунд. Ну, при условии. На ту хит на ту вунд. И если противник завалит фиртест, то вы будете поплавлять на два плюс с перебросом. Да, два плюс с перебросом единичек. При этом пробивать вы тоже можете. Да, два плюс с перебросом копеек за heavy chainsword. Да. Ну, либо три плюс, как бы тоже с перебросами днис. На самом деле, недалеко ушел от этого полного рерола. Без удорожания отряда. Так что здорово. При этом ветеранские две атаки. Ну, это ветераны, по сути, да? По бою тоже ветераны. Ветераны. Только особые ветераны у легионов по великой ночи. Здорово. Мне нравится, кстати. Раньше они были как-то похуже. Видимо, там прибавка. Они были подороже. Они были подороже. Начнем с этого. И у них не было прецизшн страйков. Ну, и плюс еще правило легиона тогда работало только на плюс один ту вунд. Ну, это клево. Это реально клево. Хороший отряд ближнего боя, который, в общем-то, называется... Завали кубами. Завали кубами. Потому что... В принципе, да. Другие как-то специализируются на выдаче такого точечного количества, не очень большого силовика. Ну, то есть, либо с повышенным ЛП, АП-3,2, либо с повышенной силой. Да, а это генерирует много кубов. Здорово. Ну, хороший отряд инфильтра есть еще. Я не вижу даже таких больших минусов. Хороши, хороши. Единственный их минус в том, что если ты будешь полностью закачивать отряд, то они будут подойдут в копеечку. Это дорого, конечно. Надо понимать, для чего они будут у вас на столе существовать. Ладненько. Еще отряды. Это были... Нет, больше отрядов нет. В принципе, нормально. А терминаторов элитных нет у них. Нет, у них только... Это как бы надежда на будущее, что их терминаторов все-таки как-то сделают оттерминаторов специальных терминаторов. Должны быть, потому что у всех легионов в той иной степени... Нет-нет, но появляются... Еще дополнительные отряды. Да, элитные отряды. И два не очень много. С другой стороны, они хороши. Ну, давай тогда, может, как-то компенсируем отсутствие третьего отряда какими-нибудь там ритуалами войны интересными. Да, у них, собственно, как и у всех легионов, сейчас есть два родных рейт-офф-вара. Начну с первого, который был до этого. Он назывался Трура Саут. Да. И сейчас называется. То есть, что нам это дает? Из минусов я сначала перечислю. Вы должны взять дополнительный слот Трубсы, обязательный. У вас всего один слот Хэви Саппорта. И у вас всего один слот на Консула. Консула. Не на Центриона, не на Претера. Один слот на Консулу. Так. Это из-за таких глобальных минусов. Не считая, что там нельзя брать фортификации, нельзя брать Саут. Ну, это тоже большие минусы, кстати. Тоже нормальные минусы. Да. Но какие бонусы, которые могут компенсировать всюду в Сыграйм? Первый бонус. Мы помним Террор Сквады. Они в Элите. Тут они переносятся в Трубсу, обязательную. Можно их брать обязательно Трубсой. Дальше, что можно сделать Террор Сквад, Тактикал Сквад и Ветеран Сквад могут брать Дредкло или Легион Дропод. То есть уже приближается такая мобильность за счет Дроподов и Дредкло. Дальше, самое интересное, что вы можете сделать Ночь на три хода. По правилу это работает так, что на первый ход вы кидаете Ночь, вне зависимости, если она от миссии, нет ее в миссии, на 2 плюс Ночь. На второй ход на 4 плюс. И третий ход на 6 плюс. Но при этом, когда действует эта Ночь, ваши отряды получают плюс 1 к бегу, дистанции бега, плюс 1 дюйм. А также еще вы получаете плюс 1 к инициативе. Все Легионы со статус. То есть, да, это уже как бы вас с этим рейт-уфаром немножко заставляет идти в ХТХ. И если вы придете в ХТХ во время ночи, то вы можете так неплохо дать по щам, и при этом не бояться получить в ответ по инициативе, потому что у вас она будет выше. Скорее всего, ты придешь в ХТХ на второй ход, дроппода есть, выпал, потерпел, зачаржил. Если удалось, молодец. На 4 с плюсом получишь бонусы, по сути. Нет? Ну, досадно. Будешь сидеть с ограничением, со всеми этими ограничениями. Есть такой рейт-уфар, есть Кёрс, который автоматически вырубает Ночь. А он больше никак не бафает? Ну, только на первый ход же? Нет, на первый ход дается пятый ковер на каком-то поле. А он не позволяет на первый ход автоматом сделать Ночь? Кёрс позволяет автоматом Ночь объявить. Ну, Ночь, как бы... То есть ты меня подводишь к такому-то, кёрс... К этим долбаным дырам, да, вот... Обычно... Дыроход. Ну, почти. Да, дыроход. Либо War of Trade, которая из стратегика позволяет объявлять Night 5. Выпуск имени канцелярского степлера просто. Ну, возможно. Окей, Дракула. Ну, хорошо, я уже понял эту фишку. В принципе, неплохо. Если Кёрс так позволяет делать, то на третий ход мы уже можем чуть ли не всеми долететь и бахать. Юнитами быть в бежнем бою. Бонус к инициативе полезен, не поспоришься. Бонус к дистанции бега, если у вас медленные отряды, без дроподов, то вы можете пробежаться, так сказать, с плюсом двумя. В общем, мне нравится. Можно потерпеть даже ограничения. Мне нравится. Хорошо, а второй Ретофор битвы? Да. Называется он Хоррор культ. Хоррор культ, так. Начнем с интересного, что там рапторы берутся трупсойки. Это уже здорово. Согласен. Да, это уже здорово. Нельзя брать союзников маринов. Нельзя брать фортификации. И нельзя это брать лоялистом. Вот я не понимаю, почему нельзя, конечно. Ну да ладно, шучу. Всем юнитам можно брать к хрипту. Круто, кстати. Да. И из минусов, то, что ты обязан чаржить, если ты можешь объявить чарж в 12 минут. Согласен, минус. Вот это вот такие там... Противник может тобой поиграть, это нехорошо. Да. А бонусы? Ну вот из бонусов, что рапторы в трупсе, можно брать к хорриду, а третий... Сколько этого маловато? У него очень-очень специфичный, очень специфичный бонус. Как-то он может с фирмом работать, нет? Все юниты могут покупать за 25 очков фирм. 25? Да. Я вот говорю, он очень специфичный. Ну, имхо это плохой. Плохой ритуал, потому что раздача в дропподах и вообще сейс доставки есть в предыдущем. И у предыдущего есть потрясающая фишка с Night Fight. Да. Который на большой формат вот с нашим папой комбится как... Как булка с маслом. В идеальный бутерброд. Ну да. Такая армия. Отлично. Почти управились за час, но молодцы. Такая армия. Тогда можно немножко рассказать о тактике, собственно, этого легиона. Как бы ты... Тактике набора или тактике игры? Да. Тактика игры и набора. В принципе, расскажи мне о классической армии. Как ты думаешь, из чего нужно собирать классическую армию? Какие основные юниты стоило бы увидеть, играя за этот легион? Ну, я начну с обязательных рейд оф варов, скорее всего. Потому что с этого начать интересней. Обязательные рейд оф вары, собственно, это Трор Асалт, свой родной. Он очень интересен для этой армии. Круто. Да. Также интересны гордость легиона, долг ветеранов и еще избранные примархов. Да. Где ветераны или терминаторы в разных случаях в трубсу переводятся. Так, еще один из интересных. Дропот Асалт, но уже... Мне кажется, гордость легиона и вот уже родной, да, который... Это уже два интересных рейд оф вары, на которых стоит заострять внимание. Да, я бы причем больше уповал на родной. Это интересно и бэково, и красиво. Он играбелен. У некоторых легионов родные ритуалы, ну прямо скажем, да, либо очень специфичные на совсем определенную армию. Например, Вайцкары, позвольте, хочу байкерами, так играй только байкерами. Ну там ритуал есть, который хорошо играет только с байкерами. Не, я думал, ты приведешь к примеру имперских кулаков, первый родной Red of War. Есть, которые вообще беда бедовая. Ну вот, потому здесь хороший пример, как должен выглядеть ритуал битвы своего легиона. Дальше. Начну вот, собственно, ответвление для Трора Салта. Как? Вам тут минимум уже нужно забить тремя отрядами Трора Салта. Ну, Трора Складов. Потому что они должны занимать обязательные слоты трупсы. Если вы играете на малый формат, то три отряда по пять парней с чарджерами будут выполнять вам хорошую роль антипеха. Потому что сила пять и ролл копеек это позволяет делать с дефлогрейтом особенно. При помощи инфильтров вы сможете их как-нибудь интересно использовать, обходить противника с разных сторон. Ну, и можно транспорт купить. Можно докупить. И можно докупить дропод. И можно докупить... Нет, на сорок нельзя только дроподы. Нельзя только дроподы. Только дроподы. Тогда можно и без транспорта, в общем-то, обойтись. В принципе, сэкономить немножко. А, нет, этот клочек можно взять. Ну, это дорогой вариант. Для пятерки дорогой. Не особо нужно. Ну, это уже на расширении формата. Дальше, что там из интересного можно взять. Вы можете взять из обязательных таких консулов, вы можете взять либо капеллана для усиления хтхшного потенциала отряда, в которых вы возьмете. Либо же взять Геральда, нового консула. Темный Геральд, он дает неплохие бонусы. Плюс один к дистанции бега и роро копеек на попасть. Согласен, хорошо. Вы быстрее будете приходить. Его единственный минус, его нельзя, насколько я помню, ни в терминатор, ни джампак, ни байк. А, нет, в терминаторе можно. Но с терминатором хором... Пешеход, просто пешеход. Неплохо. Так. Дальше, что из интересных отрядов вы можете взять и рапторы, потому что им там очень интересно будет играть. Не поспорит. Плюс один к дистанции бега, ковром хорошим. Это, получается, четвертым в чистом поле за ночь. Да, да, согласен. Также вот капеллана к ним. Десяток парней хватит с капелланом. Только один консул, да? Один консул. Ну, это будет капеллан. Скорее всего, это будет капеллан. Так же можно взять претера. Потому что претер не консул. В лес него бежит и можно взять... Блин, мы все равно можем взять только одного. Его тоже можно там закачать в... Если вы пойдете как от я, то есть от двух кулаков, то это терминаторы и рапторы, то его лучше посадить в терминаторский отряд. То есть его в катафракте. Либо с джемпаком, с четвертым рулем. И с парагоном и ченгловой. И если интересного, если вы все-таки возьмете вот командира, претера, делегатуса или же Геральда. У Геральда, кстати, тоже может быть Warlord Trade. То вам интересно вот с двумя кубами за правила мастер региона идти по стратегику. Автоматически Night Fight идти. Согласен. Это будет вам интересно вот просто вот в высшей крышке. Ну а если вот мы на 2000 играем, мы можем смотреть на байкеров, например? Да, байкеры тоже интересны в данном ростере. Потому что если вы будете их закачивать стрелковые, именно стрелковые закачки, то вам не придется джинковать, если у вас есть шанс на продажу. Ну, Night Fight и бонусы, да. То есть у вас уже в первый ход будет четвертый ковер. Во второй ход там с ним будет чуть-чуть похуже на его там уже заезжать в руинки и всякое прочее. И на третий ход там тоже есть шанс. То есть хорошая фишка – пользоваться, в общем-то, преимуществами не джинковать. Господи, не снапшотов. С стрелковыми байкерами не снапшотов. То есть вы можете первые два хода не джинковать. Прикольно, кстати. И при этом наносить огромные… Не вайскары, но зато такой неплохой буст для нашего стрелкового мобильного суппорта. А тяжелые какие-нибудь машины, например, дредноуты. Одна проблема – один слот хэви-саппорта. Туда вот просто… Логично. Очень-очень хочется Левиафана взять. Левиафана на друг-поде, который вы вот так посылаете к противнику, а остальная пехотная ваша часть подвигает и начинает его терроризировать. А у него есть правила легиона старта? Ну, как бы правила легиона. Нету, да? Нету. У него нет возможности с этим забег получать, но он будет лучше выживать. Неплохо, согласен. Потому что ночь на него все-таки действует. Ну, значит, основной упор. Просто некоторые легионы могут давать буст, скажем так, чуть ли не всей армии. Да. И помогать большинству юнитов. То есть здесь, видимо, такие точечные усиления определенных типов. То есть мы упираемся на наших рапторов, на наших терроров-сквадов. Терминаторов, терроров-сквадов, байкеры, джампак-имфантри. Все, что мобильное, все, что двигается на грязь. И стараемся играть больше от ближнего боя. Ну, смысл брать этот легион, значит, пытаться работать на устрашение. Нет. Устрашение – это, так сказать, приятный бонус. Там, скорее всего, вливается в хтх. Ну, в хтх, да. Потому что если вы в хтх дошли, и у вас есть хорошие приятные бонусы, то устрашение – это будет, так сказать, щепотка пряности на булку. На булку. Хорошо. Мне это нравится на булку пряности. Кёрс. Мы его берем? Всегда? Ну, собственно, от формата 2000, для этого World of War, да, можно взять. Потому что вам Lord of War и остальные не принесут никаких эффектов бонуса. А это прикольная нарезалка. А он, примерно, охотит армию и хорошо нарезает сам. Вы его можете, там, добавлять в разные отряды. У него есть свой дипстрайк за счет Jump on Infantry. То есть, вы можете его присоединять к рапторам, их по дипстрайку или пешком. Да. Или же к терминаторам, их по дипстрайку пешочком не надо. Согласен. То есть, у нас вырисовывается такая концепция, как ты уже сказал. Три отряда, которые мы обязаны минимально заполнить наших терророскладов. Наши тропсо — это терроросклады. Потом берем сколько можем. А лучше, как минимум, один ударный кулак из рапторов, как минимум, да? Да. Угу. Потом мы берем, если на 2000 играем, мы стремимся играть уже на 2000, потому что, как я считаю, это одна... Ну, минимальная полноценная игра. Самый хороший формат — это 2500. Ну, да, да. Но это минимально 2000, мне кажется, надо играть герись. То влезает еще отряд терминаторов. Так. Примарха берем, потому что он хорош. Примарха, да. Консула в качестве капеллана или геральда, в зависимости от вашего предпочтения. Вы берете лучше наваливать в ХТХ с перебросами и быть при этом фирнесными. Или же дальше пробежаться и слабенький на постоянный рог объекта попасть. И попытаемся найти очки на Левиафана в дропподе. Да. Да. Желательно в ХТХ-шной закачке. А сколько он стоит Левиафан примерно? Для... Я рассматривал для своей армии он в формате 350 очков влезал. 350 очков? Да. 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 Остается. Там видимо байкеры, о которых мы уже упомянули. Да. Так что еще можно из интересного взять самолетики. Ну в принципе любая армия, да. Это из интересного. А если вы играете еще с применением дополнения Death from the Sky? Пока что еще не вышло. А Форжа еще не сделала, да? В Ересе пока что не сделали, но для своих юнитов Форжа уже выпустила для 40к. А, для 40к. Для Ереса еще нету. Понятно. Я думаю уже есть. В Ересе еще нету. Покупайте, потому что по любому будет. Ну никуда не денется. Это однозначно. Будет полезнее манипулировать с отрядами, которые у вас будет в резервах. В резервах, да. С теми самыми бонусами. Плюс 2 или минус 2. Это будет приятно. В общем-то вы поняли. На D500 дальше можно, наверное, посоветовать смотреть на элиту и айптермиаторы. И ветераны. Ветераны, да. И дальше фасту возможно как-нибудь усилить. Либо просто больше терроросквадов и немножко опции у вас появятся с закупкой персонажей других немножко. Есть еще забавная вариация для этого же ростера, для этого же терророс ассалта. Туда влезает 9 флайеров. По новым ценам я не смотрел, но по старым влезало 9 флайеров. Это вот собственно вы забиваете терроросквадами, как обычно. Причем на ваш выбор это уже хэптхашные или стрелковые. Каждому докупайте дредклоп. Дальше вы берете сиватар в хаку. И берете ветеранов. Много-много-много ветеранов. К ветеранам тоже докупайте этот дредклоп. Так. И у вас получается, что вы на первый ход выпускаете волну дредклоп. Которая портит немножко жизнь оппоненту. Потому что по ним будут попадать на шестерки. А у него еще плюс есть свой джинг. Если вам повезло с ночью, то это будет 3 плюс джинг. И что это за интересно. И на второй ход это все тоже вываливается. Потому что они считаются флайерами. Если дополнение Death from the Sky все-таки прокатит, то это у вас будет 2 плюс на выход резервов. И вы сможете просто доставлять много-много по кости оппоненту. Двигая 9 флайеров по столу. Дорогая армия, зато интересная. И если вы будете играть дальше, покупать как хозяин этой армии все больше и больше моделей. То в принципе не так и страшно начать с такой толпы дредклоп. Ну, в общем-то разговор, наверное, у вас закончился. Сегодня об армии Повелителей ночи она красиво и интересна. Есть свое лицо. Есть разные инструменты работы с противником. С лидерством. И с лидерством, да. Это все очень здорово, кстати. Примарх реально тоже интересный. Покрас армии радует. Перед вами армия покрашенная студией Либердемоника. Ну, не то что покрашена, а еще в процессе покраса. Большинство моделей покрашены. В общем-то здорово. И, видимо, студия красила какому-то супер большому поклоннику. Собравшему все и вся здесь просто. Но выглядит в массе своей, сами можете видеть, офигенно. Офигенно. Если вам нравится ересь Хоруса. Нравится то, как расчленяются люди. Как делаются из них шубы. То вы попали по адресу. Видимо, тебе нравится, да, все это дело? Ну, я говорил, да, что ты любитель расчлененки. Еще в предыдущем выпуске с Арсенаром. Да. И передавали привет. Я, по-моему, далеко от него сижу, немножко боюсь. Вот. Если вам нравится, не оправдывается. Нравится ХТХ. Нравится ХТХ. С расчлененкой. Да. Так что спешите закупаться, затариваться. Вы знаете, где это можно все приобрести. Знаете, у кого можно все это покрасить. Ну, и тебе спасибо, что пришел сегодня в таком состоянии. В больном. Рассказал нам об этой армии. Ждем тебя на записи репорта. Надеюсь, уже докрашены до конца армии. Вот. И будем клепать еще один двухчасовой выпуск, как и обещали. Повелитель Ночель. Против... Неизвестно кого. Ну, неизвестно. Против несущих слова. Спасибо Василию и Либерде Монике за покрас. Анклубу Анклаус за помещение. Камбэк в старость. В молодость, точнее, в старость. Господи. Что это вам? Камбэк в молодость. А вам спасибо, что смотрели этот выпуск. Стерпее этот час. Подписываемся на канал. На наш сайт thestation.ru. Играем на хорошем террэне. Покрашенными армиями. Покрашенными армиями, да. И счастливо всем оставаться. До свидания. Пока.